С 1 февраля изменят расписание электрички из Самары в Кенель, об этом сообщили в пригородной пассажирской компании. Так, поезд номер 6522 «Самара» отправление в 16.51 «Кенель» прибытие в 17.46 по рабочим дням будет отправляться из Самары в 16.40 и приезжать в «Кенель» в 17.35. На сборах в Турции крылья советов обыграли гостевары из Северной Македонии. Игра закончилась со счетом 3-1. Голы на счету Егора Карпицкого, Никита Салтыкова и Павла Попова уточнили в пресс-службе. Завтра, 26 января, состоится второй заключительный матч на первом сборе. Встреча с сербскими родничками 1923 начнется в 12.30 по самарскому времени. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина поздравили жителей региона с Днем российского студенчества. Именно сегодняшним студентам в недалеком будущем предстоит взять на себя ответственность за судьбу Родины. Самарские студенты, постоянные участники мероприятий, президентской платформы «Россия – страна возможностей», молодежного форума ПФО «Иволга», Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству, профессионалы, многих других значимых проектов и начинаний. В день российского студенчества 25 января в Самарском университете имени Королева прошла встреча с губернатором Дмитрием Азаровым. Студенты приготовили для главы региона множество вопросов. Праздничные мероприятия, как сообщили в пресс-службе ВУЗа, состоятся 27 января. Студентов ждут спортивные и культурные программы, мастер-классы и изготовления совместного арт-объекта, выставка дефиле мерча студенческих объединений, на сладкое традиционное сахарное вата. Учащиеся сам ГТУ начали день с посещения молебна в храме Святой Татьяны, покровительницы студентов. Затем они встретились с ректором Дмитрием Быковым. На встрече впервые прошел квиз с вопросами по истории ВУЗа и его традициям. В СГУ на день студента живет традиция массового катания на коньках, танцы на льду, эстафеты и конкурсы, горячий чай и море позитивных эмоций. Таким помнит праздник многие поколения студентов, рассказали в ВУЗе. В этом году учеников экономического университета ждет спортивный переполох, соревнований конкурса, а после чаепития с участием в Рио-ректора Елены Кондрашиной. Крепкие семьи могут рассчитывать на дополнительную поддержку от государства. В Госдуме рассматривают законопроект о единовременных выплатах семьям круглым датам со дня регистрации брака. Законодатели отмечают, что в браке должны состоять граждане Российской Федерации, постоянно проживающие в стране, и их союз должен быть непрерывным. Начиная с 20-летнего юбилея семьи, денежные средства предлагаются выплачивать каждые 5 лет. Предложенная сумма выплаты равна семейному стажу. За 20 лет совместной жизни 20 тысяч рублей, за 25 лет 25 тысяч рублей и так далее. Россия по итогам 23-го года стала первой в мире по добыче лосося, обогнав США. Вылов лососевых видов рыб в нашей стране превысил 600 тысяч тонн, говорится в материалах Минсельхоза и Рыбного Союза. Рыбопромышленники обеспечили максимальный за 30 лет вылов водных биоресурсов – 5,3 миллиона тонн. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова